доброго утра всем друзья сейчас 6 часов начало седьмого и выдвигаюсь в путь смотрите какая у меня шевелюра боже у меня такой фолос уже давно не было вода другая вода другая в общем вообще такое себе сделала мы начинаем свой путь пошли так мы вышли в кафе сейчас попьем кофе так и опять в бургусе катаграль и продолжаю свой французский путь 3 этап не получается у меня за один раз сходить его окно третий в этот раз я иду до леона не посмотрела еще сколько там километров где-то может 140 150 километров так один из самых красивых соборов катаграли в испании большой грандиозный такой вообще так и мы идем сегодня до урнии урнии дель камину по моему так называется километров 20 наверно не больше город еще только просыпать мы выпили кофе а город только просыпается я уже нашла первую стрелку вот она и это кафедраль бургус очень красивое здание шикарно он очень большой просто шикарный один из самых больших которых я видела вот видите смалютики летят оставляют свои следы очень красивые поехали пошли то есть так на выходе из отеля было из отеля было 5 градусов 5 градусов сейчас 8 наверно градусов но в общем не жарко не жарко совершенно так вот тетенька видите как сушит бельюшка своих бабушка уже выходим из бургуса по такой хорошей аллейки вообще такая красотень назад достаточно прохладно еще но уже когда идешь хорошо я уже даже свой дождевик будет скоро снимать плащик свой ты посмотри людей сколько по выходила откуда-то прямо много и сзади меня там и тут много людей видите прям толпа такая вышла откуда-то так а я разделась я уже сняла свой плащик но еще можно было бы мне идти даже нет по телу но вдруг куртку решил снять и я думаю я тоже сниму отдела ветровку и уже буду идти ветровки по градусам прохладно но на солнышке и и ты идешь хорошо хорошо как раз прям отлично идти все мы выходим из бургуса как раз только-только выходим из бургуса потому что ну еще под пол бургуса прошли в общем то пока мне все нравится единственное что мне надо еще ногу посмотреть на палец где-то там уже зажимает один и гляну но пока хорошо все и я еще иду в брюках хотела штанишки короткие одеть но потом лянула 5 градусов на этом и думал одену я брюки в легких таких я взяла легких которые сохнут на дождь если вдруг они сохнут быстро поэтому еще иду в брюках люди вот уже идут с голыми ногами так все ребята я пошла так вышли уже из бургуса на такую вот дорожку за город закончился со всеми домами со всеми строениями своими и уже идем вот сейчас в лесочек по лесочку по дорожке по лесам по полям люди идут много людей еще раз говорю я когда начала бронировать все было а уже прям там где я хотела хорошие но более меня приличных местах уже все было занято там делают рядом с дорогой отдельный номер чтобы вы все было занято поэтому некоторых местах мы конечно будем останавливаться ночевать там где нашли людей много идет мой хороший месяц для ходьбы не жарко хорошо дождик если будет у может быть немножко всего лишь не такие сочежные проливные поэтому люди идут вы слышали как они поют так прям заливаются супер вот носочки носочки сушатся у товарища от бельишка до носочка все здесь есть эти сандалики висят у кого что людей много видите как прям людей ну вот это конечно вообще неправильно собаки смотрели какие огромные и огромные не огромные но большие и без этого идут без поводков без этого без всего да ну это жесть конечно это я привет уже не знаю как вот это дерево называется но оно так пахнет знаете как у нас раньше кашка была в детстве на лугах там росла у нас такая как как цветочки как травка как вот такой вот только с белыми цветочками это примерно такой же запах но только этот кустарником видите как растет но пахнет боже как наша кашка запах шикарный вообще обалденный ой сочетание с этими с птичками просто шикарно я скучаю по этому очень на таких дорогах надо очень аккуратно переходить потому что здесь нет ни перехода ничего ты про машины просто едут и ты должен видеть вот сейчас она мчится по большому счету вот надо очень внимательно и аккуратно переходить такие дороги ой а лапушки что-то уже идут в обратный путь а видите какой красавец посмотрите на него кто это фламинго да один что-то он там рыбку ловит еду себе ловит какая красота ах не видно а из такой полете первая деревушка у нас на пути а я не прочла название гебригуа вот это наверное название на где мурал что-то гебригуа что-то такое название посмотрите какой мурал на стене домишки сейчас мы здесь остановимся мне надо снять уже это жарко подкатить штаны немножко и попить кофе все раз где-то километров 10 мы сейчас прошли оно из тардахос вон оно написано это тардахос 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 и мы сейчас здесь попьем кофе остановимся смотрите какой тут установили тардахос камино де сантьяго леон лавруньо памплона а где бургас сломали бургас вот здесь наверное был бургас мы идем леон и потом аж вон туда в сантьяго в конец и что-то тут полиция стоит проверяют кого-то крест очень часто такие у входа в деревушку кресты такие стоят каменные старинные конечно же видите мы остановились в кафешке в этом тардахосе и я разделась прям до футболки потому что хоть сейчас я посмотрела показывает 14 градусов всего лишь но жарко но жарко я подкатила штаны подвернула и уже вот разделась до футболки потому что в принципе по большому жарко счету и намазалась уже кремом потому что утром выходили еще солнышка не было ничего не было сейчас уже кремом намазалась первая кафешка на пути и конечно люди вот идут тоже все в туалет сходить кофейка выпить я сейчас выпью кофе ни с чем не могу но я ни с чем не могу только может быть с каким-то бутербродом друг хочет выпить пиво ну хочет выпить пиво пусть пьет пока очень хорошо природа, погода мне пока здесь вообще все нравится и дорога не сложная красивая и не сложная и зеленых поля зеленые все шикарные так все идут пусть пусть вот такой у меня перекус кофе и вот такой вот бутербродик хлеб мы купили свеженький в панадарии на выходе из бургаса и это у нас было мне приятного аппетита такое красивое окошко уже почти прошло думаю вот такие красивые окошки с цветочками и потом только присмотрелась искусственные искусственные цветы на окнах а вот это живенький наверное здесь живенький высадила а на тех окнах искусственные а вот нам встретился альберги альберги открыт но мы здесь останавливаться не будем мы идем вперед на домах гербы на старых конечно жили здесь люди которые могли позволить себе гербы видеть какая большая стрелка на сарайчике и вот такие вот эрмитки эрмитки маленькие церквушки встречаются на пути о, хелло, как здесь о, гаряр ой, гаряр люди отдыхают в тени так сейчас вот в этой эрмите за мной которая зашли поставила я себе печать в Криндисиаль. И там тетенька была, бабуля. Она хотела мне там повесить что-то. Это как называется? Не крестик, а медальончик какой-то, господи, обычный. Поэтому я не стала говорить, что я не католичка. Я как бы мне, ну, не нужно мне. А так, кто хотел, она решила. Фу, прям в рот везет. Ты посмотри. Ушка какая-то. Очень редко по пути встречаются вот такие открытые эрмиты, потому что чаще всего они закрыты. И даже я сейчас вам хочу сказать, может быть, это второй-третий раз за все мои пути. Но если вечером на мессу можно сходить, то вечером они открываются на мессу. А вот так вот, когда идешь днем по пути, они чаще всего закрыты. И вот здесь вот в эрмите бабулечка была. Такая поставила мне печать. Пусть будет. Смотрите, как тетенька, видите, задом шла, прям зарядку делала. Молодец! Я не знаю, я надеюсь, что это вот эта деревня, а может быть и нет. Буэн Камино! Буэн Камино! Это в гору, и хорошо! Молодец такой прям! Так, а я сделала мозоль себе. Ступня где-то. Так, мы дошли. Покажу вам альберги. Это частные альберги. Я, честно говоря, не знаю, если здесь муниципальные, но это частные альберги. Вот здесь мы будем спать. Здесь никого нет, а вот там мы. Туалет с душем, и туалет и душ. Это на втором этаже. Здесь туалет и душ женский. Туалет и душ женский. И в нбу туалет и душ мужской. И вот здесь у входа ресепшн, туалет и душ мужской. И тут выход. А, тут вот обед. И тут выход на улицу. Видите, люди тут загорают. Кто что делает? Загорают. Там еще что-то есть. Пойду еще посмотрю. Ой, стирать можно здесь постирать. Пять евро. Пять евро постирать. Пять евро посушить. Видите, как. Ой, тут тоже люди. Вот такой вот альберги. Маленькая, но очень такое уютненькая. Маленькая, но очень уютненькая. Посижу в тенечке. Так, ну мы добрались. Люба свежачок. Покупалась. Переоделись. Ноги залечила. Ноги набила. Последние 10 километров почему-то набила, короче, мизинцы. Мизинец один, как обычно, сильно. Ну, в общем, немножко набила, но подзалечила. Сейчас их посмотрю, как я буду завтра идти. достаточно быстро хорошо дошли. Дорожка была несложная на самом-то деле. В полседьмого будет ужин. Мы остановились в альберге, но я, пока я не взяла себе ужин, вдруг взял ужин, он будет ужинать. здесь салат, паэлья и какой-то десерт, постра. Но я не буду. Это будет в полседьмого. Я думаю, что я не буду ужинать. Я сейчас, может быть, если что-то, может быть, чаю сейчас я выпью. Вот сейчас три часа дня. Я, возможно, сейчас чаю выпью. А с чем я выпью? Я же не ем сладкое. В общем, сейчас я посмотрю. А может, даже вообще ничего не буду пить. И есть. Что-то у меня все-таки проблема, наверное, с ногами, потому что набиваю в любой обуви. В любой обуви. Не знаю. Ну, в общем, вот таким вот оказался мой первый день. Сейчас посмотрим, какой будет вечер тут в альберге. Пойду я быстро спать. Мы не в отдельном номере. У них тут что-то ремонтируют они что-то. Закрыли отдельные номера. Что-то у них там не послучилось. И мы в номере на шестерых. Хотя, по-моему, он раньше говорил, что на четверых. Ну, в общем, на шестерых. Я наверху, друг внизу будет. И сейчас еще два мужичка пришли к нам. А два еще. Еще кровать свободная. Кровать такие двухъярусные. Кровать такие двухъярусные. в общем, вот так как-то пока. Первый день мне понравился. Мы достаточно не рано вышли. Пока позавтракали и так далее. Нормально вышли. И 20 километров сегодня был день. Нормально тоже дошли. Так что такие дела.